Вор Олег Шишканов искал защиты у Шакро Молодого, как живется вору, который пошел против сокровенных правил. Проводником в мир криминала для Олега Шишканова стал вор Хурцелава. Он посвятил его во все воровские истины, придерживаясь исключительно классических понятий. С самого начала своего криминального пути, Олег Шишканов или «Раменский» чтил существующее правило, так как угодив впервые за решетку, хотел добиться верха бандитской иерархии. Начинал Олег плохо, у него была нелицеприятная статья, которая очень не уважалась ворами в законе. Чтобы избежать лишних волнений, мы не будем упоминать, в чем именно повинен этот человек. Тем не менее, его стремления были настолько очевидными и правильными в глазах других воров, что не было сомнений, он добьется исполнения своих желаний. Так в свое время и произошло. Коронация. Статус вора в законе Шишканова возводили одновременно с Шакром Молодым, который в наше время является самым авторитетным бандитом в криминальном мире. Они начинали свое восхождение вместе, однако путь продолжили по-разному. Олег, изначально следующий воровским правилам, решил отклониться от курса. Его не удовлетворяла необходимость заниматься только карманным воровством. Он хотел вести бизнес, легализировать грязные источники дохода, чем, собственно, промышляют почти все современные воры. Однако в то время, когда Раменской лишь начал свою деятельность, такой подход сильно не нравился его новоиспеченным друзьям. Кто знает, как бы для него обернулся бизнес, если бы в тот период не началась война между дедом Хасаном и Рудиком Бакинским. Собственно, Олег встал на сторону второго. Пересмотр приоритетов. В начале 21 века Шишканов притаился. Более того, он сменил фамилию на Михайлова и серьезно ударился в спорт, ведь он является владельцем футбольного клуба «Сатурн». Но все предпринятые им шаги были лишь временной мерой. Он хотел залечь на дно, пока в криминальном мире бушуют серьезные разборки. В сводках он появлялся редко. Единственное, он был часто замечен на проводах других авторитетов, которые стали жертвами яростного противостояния. У него, тем не менее, имелись собственные выгоды от этих войн. В конечном итоге, дед Хасан стал проигравшим и заплатил за это жизнью, а Тариэл Аняни был приговорен к заключению. Тогда на арену вышел Шакро Молодой, с которым у Раменского были хорошие связи, и Шакро заплатил старому товарищу за верность, приблизив его в свое окружение. Таким образом, Раменский был одним из инициатором заварушек на почве бизнеса, затаился на опасное время, а когда все разрешилось, он вернулся, имея надежных защитников.